добрый вечер друзья сегодня записываю вечерком 15 мая 2021 года альбом будет не совсем свежий но дело в том что он сейчас вышел на других носителях то есть в прошлом году этот альбом выходил в октябре месяце я почему-то его не заметил ну вот бывает такое что я пропустил и как каким-то образом он мне не попался а вот в этом году когда он вышел на других носителях как бы это ну в общем на sscd на виниле на high resi аудио и так далее то есть вот я его сейчас заметил и о нем начали опять как бы говорить и разумеется очень хвалить этот альбом я его заметил и знакомое имя и тем более знакомое имя как кому посвящен этот альбом а этот альбом посвящен элу жаро знаменитому элу жаро а певец и композитор крис волкл более 20 лет работал с музыкальным руку музыкальным руководителем и басистом у этого легендарного певца летом 2019 года он отдал дань уважения своему учителю записав альбом we are in this love together то есть мы вместе связаны этой любовью очевидно имеется ввиду музыка скорее всего вот та музыка как про которую говорит и крис и о которой в разумеется всю жизнь говорил эл жаро то есть они играли разную музыку и кстати эл жаро он номинант был семи по моему грэмми и не только в джазовом но и в поп индустрии и r&b индустрии то есть он в разных позициях то есть его любили многие не только джазисты это был такой универсальный певец и композитор разумеется музыкант который работал в разных жанрах и которого уважали и уважают до сих пор разумеется многие люди и то есть не и даже но те которые не связаны с джазом и вот крис волкер поскольку он с ним работал и он имел возможность быть связанным с теми музыкантами которые участвовали которые работали с элом жаро а именно в этом альбоме как раз такие собраны то есть в разное время он записывал разные композиции вот в своей интерпретации посвященные именно вот элу жаро и получился вот такой альбом эл жаро кстати ушел от нас 2017 году но он был активный где-то до 2010 примерно потом он стал вот болеть и как бы уже меньше его ну то есть мы уже мало что знаем после того как значит по моему 2014 году он на каком-то диске еще засветился но дальше он вот к сожалению болел его 2017 он скончался и вот крис волкер волкер посвящает ему этот замечательный боль альбом который был записан собран он вернее из разных с разными музыкантами каждая песня с разными музыкантами то есть это вот тоже интересно то есть я весь список кстати весь список музыкантов я дам под обложкой альбома я специально это сделал потому что иногда очень интересно посмотреть где какие музыканты принимали участие когда вот следующие альбомы какие-то выходят можно повернуться назад и по значит имени фамилию найти что вот этот музыкант принимал и здесь участие именно в этом альбоме поэтому я специально весь этот длинный список весь оставлю под обложкой альбома а напишу совсем коротко об этом альбоме если вот хочу сказать вот что я нашел такое что я даже еще сам мало чего знал вот об крисе волкер дело дело в том что он начал играть на бас-гитаре еще в восемь лет и в семейной евангельской группе то есть зе волкер волкер бразер она называлась то есть это евангельское имеется ввиду в церкви скорее всего его братья и сестры там и родители вот в церкви имели свою команду и вот он там уже начинал играть на басу и что еще интересно я узнал это он играл на басу левой рукой то есть наоборот то есть как пуль маккартни или джимми эндрикс помните да он держал правый правый на ладах левый значит струны дергал вот и еще я могу точно сказать что он играл с очень крутыми музыкантами кроме того что он очень долгое время работал именно с эллом жарро он еще работал и с арнетом коллманом с артом блэйки боб джеймсом джимми хитом кассандрой вилсон и многими другими r&b певицами регина бель например вот и а также гастролировал с арнетом коллманом да про него я уже сказал в общем он такой довольно разносторонний музыкант то есть он умеет петь красиво петь и что этот альбом кстати очень хорошие тому доказательства я сразу скажу что лучшая композиция именно так где он поет скетом и еще почему мне эта композиция понравилась потому что это очень хороший фанковый грув такой прямо вот эта композиция отличается от других именно вот этим таким сильным глубоким я бы сказал фанковым грувом она называется roof garden четвертая по счету она в альбоме и и roof garden это на крыше сад на сад на крыше или огород на крыше или двор на крыше вот как-то так вот так что это самая такая крутая композиция я добавляю свой плейлист который называется джаз по-русски трина который находится на apple music а в альбоме вообще-то 17 композиций он очень длинный альбом вещи конечно такие в основном все чуть больше четырех минут есть и даже вот я смотрю шести почти семиминутные композиции меньше четырех по-моему только одна вот остальные больше четырех минут но в общем все такие хорошие смут джазовые r&b soul вот эти вот все вот solar and be smooth jazz вот это все что касается стиля этого альбома почему этот альбом понравится очень многим людям тем которые даже и не в теме те которые даже и джаз можно сказать еще только или начинают слушать или или еще даже не слышали то есть он понравится многим людям это хороший смут джаз который можно легко спокойно слушать на где-то за чашечкой кофе на берегу моря или каком-то кафе или даже в холле гостиницы или так то есть если такие медленные песни есть и вот как я уже говорил если грубовые вещи если джазовые take five например есть ну просто просто замечательная обработка то есть есть хороший красивый джаз испанские вещи есть поскольку элл жаро он сам такой испан испана как сказать он у него много испанских ноток басанова и он с карлосом жабимому играл и так короче он много переплетался вот с испанскими мелодиями поэтому здесь тоже этого всего хватает и альбом очень разнообразные 17 композиций и что я еще хочу сказать кроме кнопочки слушать которые обычно добавляю под альбомом значит слове композитор в начале под обложка альбома будет спрятана ссылка на его сайт позатем будет значит разумеется ссылка на эл жаро альбом который у меня есть на физическом носителе на полочке стоит и который я обозревал где-то там я не помню девятнадцатом или каком-то году он у меня есть на канале я дам ссылку именно вот на этот альбом и там я коротко описываю именно элл жаро кто он такой для меня и там есть еще одна ссылка в одном слове в каком-то запрятана на мой значит фейсбуковскую мою страничку которая называется диска 80 и там я заметки делал я вот там делал заметки я там вот писал именно об элли жаро очень довольно таки подробно так что если нравится вам читать вы можете перейти по той ссылке и прочитать подробнее кто такой был эл жаро так потом дэйв коз вот это альбом где также принимал участие крис волкер он с ним гастролировал часто и дэйв коз это тоже знаменитый смут джазовый саксофонист и разумеется в таком же стиле альбомчик который называется gift of the seasons значит подарки сезонные подарки еще хороший альбом который в котором принимает участие крис волкер это самый я считаю крутой вот сколько я слышал слушал разных альбомов этих рождественских да вот это рождественский альбом брайана брамберга я его вот в прошлом году обозревал перед прошлыми значит крисмосом перед прошлым рождеством и этот самый такой крутой альбом и там вот как раз крис волкер волкер принимает участие как певец и там кстати очень большой состав громадный состав музыкантов принимает участие это самый лучший альбом по моему мнению для celebrating вот чтобы отмечать рождество он такой кстати не как обычно на рождество как сказать обычно медленные вещи играются но там есть тоже и танцевальный так что вот он такой наверное может сказать больше он новогодний чем чем рождественский но все равно вот это holidays и они называются значит отпуск но вот новогодний отпуск наверно так правильно так что вот так вот слушаем значит да а название we are this love together мы вместе в этой любви трибюту элл жароу 17 композиций замечательный альбом а с вами был константин из ирландии у нас дождь опять опять не могу дождаться лета до сих пор не могу позагорать вот уже май месяц середина мая на мы еще ни разу не загорали ну вот такая вот погода в этом году всего хорошего всем джаза и легкого джаза тоже пока